Его надо заполнить. В 2015 году небольшой стартап убеждает Илон Маска и других инвесторов раскошелиться на 1 миллиард долларов. Для понимания масштаба вложений, революционный Uber, приручивший весь мир за пару кликов находить водителя, получил первые инвестиции около 1 миллиона долларов. А AirBnB, открывший целую нишу в мировом рынке туризма, впечатлил богатеев всего-навсего на 600 тысяч. Понятные революционные идеи набирали около миллиона долларов, тогда как герой нашего выпуска целый миллиард. Какой стартап стоит таких денег? Тот, который заявил, что борется за все хорошее для рода людского. Нет, правда, они так и сказали – развивать технологию для всего человечества. При этом вообще не задумываясь об извлечении прибыли. Компания некоммерческая. Вот так американские альтруисты убедили инвесторов, что им нужен 1 миллиард на благие дела. Притом обмолвились, что из этой суммы потратят лишь мелкую часть. Но что-то пошло не так. Через год им потребовалось еще 120 тысяч. Сущие мелочи по сравнению со следующим поднятием – еще одного миллиарда. На этом альтруисты останавливаться не собирались и пририсовали еще один нолик. В итоге 10 миллиардов отходит известной ныне компании OpenAI с их нашумевшим чатом GPT. Разумеется, все это сопровождалось мега-успешными как инженерными, так и маркетинговыми проектами. Они показали всему миру, на что способен ИИ с помощью Доты 2. Сначала они создали бота для игры один на один и раскручивали его историю, подобно пути героя из сюжетов фильмов. Сначала набрался сил, чтобы победить нуба, затем среднего игрока, а потом и настоящего профика и любимца толпы легендарного Дэнди. Затем такой же путь героя показали на примере целой команды ботов для полноценной игры 5 на 5. И несмотря на многократное усложнение задачи, история заканчивается разгромом киберспортсменов ботами OpenAI. И тот самый заветный второй миллиард они получают как раз через три месяца после этой ошеломительной победы. За время существования стартапа их благие заявления о доступе для всех, о свободе, о бескорыстном обмене знаний, скажем так, немного трансформировались и коммерциализировались. В 2019-м создается коммерческое подразделение компании, где прошлая риторика «мы используем лишь мелкую часть денег» меняется на «нам потребуются миллиарды долларов». В этот же год Сэм Альтман, один из первых инвесторов в OpenAI, решает уйти со своей суперкрутой должности президента, главной кузницы Кремниевой долины. Прыжок веры он делает на место руководителя коммерческой некоммерческой компании с непонятной целью и продуктом OpenAI. За время работы в акселераторе через него проходила куча известных и дорогущих проектов, но он уходит в эфемерный искусственный интеллект. Бешеный успех ИИ-стартапа настолько возбудил СМИ, что авторитетный Wall Street Journal выдает бомбу. Мол, Сэм Альтман ищет способы, как поднять 7 триллионов долларов для расширения производства микрочипов. Чтобы вы понимали, насколько безумна эта цифра, то вообще весь рынок оценивается в 527 миллиардов. За 7 триллионов можно купить Apple и Microsoft, но чтобы совсем осознать наш безумный мир, то 7 триллионов больше экономики Италии, Канады и России вместе взятые. Отчего герой публикации хлестко открестился. Короче, тут два варианта. Либо они там все идиоты и наркоманы, либо не обязательно наблюдать из окна марширующих роботов, чтобы понять, что происходит технологическая революция. А вот еще одна интересная цифра. 632 миллиона рублей получил ведущий технический вуз страны МИФИ на исследования в области искусственного интеллекта. Ведь к 2030 в России потребуется около 70 тысяч ИИ-специалистов. Поэтому рекомендую присмотреться к этой сфере и зарабатывать в среднем 190 тысяч рублей в месяц. А для обучения советую МИФИ. Он совместно со SkillFactory запускает онлайн-магистратуру, где вы освоите Data Science и Machine Learning с нуля до продвинутого уровня, а ваши навыки подтвердит диплом гособразца МИФИ. На выбор два карьерных трека. Разработка новых алгоритмов в сфере IT, финансов, медицины и других. ML Engineer. Если же интереснее автоматизация и организация стабильной работы, то ML Ops Engineer для вас. Обучение на реальных кейсах от крупных компаний, например, Exmo, помогут понять теорию эксперты МИФИ и ведущие практики из Сбера. Хоть это магистратура с очным обучением, но занятия проходят онлайн, и все плюшки сохраняются. Отсрочка от армии, стипендия и действует господдержка. При ней стоимость обучения первый год от 270 рублей в месяц. А если оставите заявку сейчас, то получите доступ к бесплатным мероприятиям и курсам МИФИ. От вас требуются две вещи. Первое. Диплом о высшем образовании по любой специальности. Второе. Перейти по ссылке в описании и подать заявку. Количество мест ограничено. Не упускайте свою возможность. Пока мы с вами развлекались, анимируя популярные мемесы, просили Миджорни вписать персонажей Гарри Поттера в другие вселенные, и стебались, что великий чат GPT не умеет пользоваться калькулятором, весь мир серьезных дядек обсуждает такую штуку, как суверенитет. В общем смысле, это независимость от внешних сил. А так, этих суверенитетов уйма. Например, если страна не выпускает собственную валюту, то она теряет экономический суверенитет. Если у нее только один поставщик нефти, то она теряет энергетический суверенитет. Ну а вы, скорее всего, часто слышали это слово вот от этого гражданина. Понятие довольно гибкое, суть которого я бы уместил в обладание устойчивостью к внешним силам влияния. Поэтому в центре нашей истории – технологический суверенитет. Что бы вы не решили, что я тут выдумываю, то вот что обсуждают в европейском журнале общественной политики. Там сразу кричащий заголовок «ИИ суверенитет для Евросоюза», в котором прямым текстом говорится, что во всём мире идёт гонка искусственного интеллекта. А следовательно, возникает важность суверенитета в этой области, который разделяют на два направления. Первое – военное дело. Само использование ИИ может нести угрозу самим же себе из-за уязвимости. Ну то есть если ты используешь ПО, которое контролируется из-за рубежа, то чёрт его знает какие там чёрные дыры заложены. Да и даже если оно твоё, то есть риск, что его могут взломать. Вместе с этим сейчас в наступательное вооружение подключаются нейронные сети. И о преимуществе в виде дронов и ПВО, я думаю, вам рассказывать не нужно. Второе – это экономический эффект, где победитель забирает всё. Ожидается, что технологии искусственного интеллекта будут нести офигеть какое экономическое преимущество. Если в какой-то стране создадут мощные технологии – автоматизации рабочих линий, логистических маршрутов, беспилотных авто, диагностики болезней, разработки лекарств или управления сельским хозяйством – то эти технологии легко экспортируются за рубеж. И в итоге рынок целой страны будет управляться нейросетями зарубежного государства. И сверху докидывается, что компании используют нейросети, чтобы собирать и анализировать данные пользователей, распространяют ложную информацию и манипулируют общественным мнением. Так, стоп. Я этих пугалок и по телевизору достаточно вижу. Чё-то сказать хочешь? Ну, во-первых, что данные не из телевизора, а из авторитетного журнала в категории политической науки. А во-вторых, отличается целевая аудитория. Этот журнал посылает сообщения европейским элитам, а не зрителям на диване. И всю серьёзность ситуации всегда подтверждает один критерий – деньги. Говорить можно много, но если это не подкреплено деньгами, то разговор остаётся в плоскости болтовни. Тут в нашу историю с ноги врываются три задрота, которые просят инвестировать деньги в их стартап. Пикантность ситуации в том, что стартап был создан четыре недели назад. Три тридцатилетних чувака просто собрались, просто выступили с намерениями и, не имея вообще никакого продукта, просто собрали 113 миллионов долларов. У меня была какая-то тактика, и я её придерживался. Дай угадаю, опять что-то про искусственный интеллект? Более того, они не предложили вообще ничего нового. На тот момент уже вовсю хайповал OpenAI со своим чатом GPT. Чат GPT. Чат GPT. Чат GPT. Чат GPT. И наши герои построили всю маркетинговую кампанию на том, что OpenAI не такой уж и open. Данные OpenAI, используемые для обучения модели, держатся в секрете. Что означает, что мы полагаемся на машину, которая имеет неизвестные источники и может выдавать неконтролируемые результаты. Усилия по фильтрации не гарантируют, что модель не выдаст конфиденциальный контент, на котором она, возможно, обучалась. По состоянию на апрель 23 года эта проблема легла в основу запрета чата GPT в Италии. Мы будем распространять инструменты для использования возможностей этих моделей белого ящика и создадим сообщество разработчиков вокруг нашей торговой марки. Такой подход является идеологическим отличием от OpenAI. В настоящее время все крупные игроки базируются в США, а в Европе еще не появился серьезный игрок. Это важный геополитический вопрос, учитывая силу и опасность этой новой технологии. Мистраль станет европейским лидером в области искусственного интеллекта, повышающего производительность и креативность, и направит грядущую новую промышленную революцию. Вот так оказалось, что на евросоюзную версию чата GPT элиты готовы вкладывать миллионы долларов. Нужно лишь сказать, что это будет не черная коробка, а открытый код с шильдиком сделано в ЕС. Показательно, что среди первых инвесторов оказывается государственный инвестиционный банк, а поддержку Мистраля оказывает ни много ни мало бывший госсек по цифровым технологиям министр, работавший в правительстве Макрона. Вот какая штука получается. В США изобретают модель, которая магическим образом отвечает на запросы подобные человеку с экспертностью в разных сферах, но для пользователей по факту это черная коробка, к которой можно подключиться, можно дать задачу, можно получить ответ, но никто не знает, какие внутри у нее параметры, на чем тренировалась и одинаково ли отвечает модель разным группам. В результате возникает такой же инструмент в Евросоюзе, но с открытым кодом, который делает публичным состояние под капотом. Для содружества европейских стран это кажется единственным решением. В итоге на поле появляется новый игрок, куда первым зашли США. Таким образом, вопрос создания суверенной модели находится в рамках геополитики. И мне кажется, что все чиновники просто офигели от того, как развивался чат GPT. Когда на свет появляется человек разумный, его разумность мало отличается от дачной картошки. И лишь через время он начинает познавать мир через органы чувств, понимать причинно-следственные связи, развивается язык и восприятие символов, возникает логика, а затем и абстрактное мышление. Появление первой версии чата GPT особо не волновала общественность. Ведь на злободневный вопрос «как мне познакомиться с девушкой» первая версия выдавала хоть и реальное, но крайне общее и простое предложение. Вторая версия могла в длинные тексты. Модификация третьей уже учитывала контексты и ответы были более детальны, тут она предлагает искать общие пересечения по интересам. Четвертая версия уже способна, если не к абстрактному мышлению, то к моделированию ситуации. Улавливает тонкие грани между уверенностью и навязчивостью. И хоть прямое исследование этим рекомендациям может превратить вас в крипового сталкера, нельзя не отметить насколько эволюционировала модель. Вот вам все ее варианты на экране, нажмите на паузу и узрейте. За счет чего произошло такое развитие? Если у человека после его рождения разумность появляется ввиду новых соединений между нейронами и обрастанием функциональности, то у лингвистических моделей развиваются параметры. Я уверен, вы подозревали, что искусственный интеллект видит объект не совсем так, как мы. Ну, например, то, что мы видим как букву М, на языке двоичного кода записывается так. MyGap вот так, а если мы хотим, чтобы надпись была синей, то можем добавить кодировку синего. То, что вы видите как надпись, на языке комплюхтеров может быть записано вот так. А помните, как мы в начале выпуска рассказывали, что ИИ-боты победили киперспортменов по доте 2? И если вот так видит экран обычный человек, то так воспринимает мир бездушная железка. Получается, что абсолютно любую информацию об окружающем нас мире можно представить в виде какой-то кодировки. В нейронных сетях их называют параметрами. И это тоже набор чисел. Их задача наиболее адекватно среагировать на поступающую информацию. Они расставляют акценты, учитывают контекст, как, например, на тот же вопрос «Как познакомиться с девушкой». И для того, чтобы выдавать простой и сухой ответ, в первой версии модели было ни много ни мало 117 миллионов параметров. Вторая версия – полтора миллиарда. Третья – 175 миллиардов. А вот про четвертую официальных данных нет. Но, как вы заметили, версии присваивают, когда происходит рост этих параметров хотя бы на порядок. И, судя по прикидкам, в четвертой версии больше одного триллиона. Чтобы вместо этого получить вот этот ответ, ваша модель должна быть сложнее на четыре порядка. Или в десять тысяч раз. Но что же ограничивает создание того самого универсального интеллекта, который умеет делать вообще все лучше человека? «Так, давайте просто добавим ему еще три порядка параметров». Только вот это оказывается совсем непросто. Просто сейчас другое – это выбрать надежный банк для обслуживания своего бизнеса, особенно если занимаешься маркетплейсами. Это важно в наше неспокойное время, когда банки один за другим попадают под санкции. Бизнесу важно выбрать правильного и, самое главное, надежного партнера. Я рекомендую обратить внимание на модуль банк – первый банк для предпринимателей. Этот частный банк всегда на шаг впереди, запуская новые альтернативные валюты и обеспечивая удобные сервисы для успешных бизнесменов. Если вы работаете на маркетплейсах, то модуль банк – это одно из решений, которые помогут обезопасить себя. Специальные тарифы Seller и Seller Pro позволят вам выводить прибыль без ограничений, с минимальными комиссиями и без страха быть заблокированным. А еще банк предлагает не только финансовые услуги, но и помощь в продвижении вашего бизнеса – от создания дизайна до поддержки в работе с контрагентами в различных валютах. И все это доступно в специальных тарифах для селлеров от 490 рублей в месяц. Модуль банк дарит своим клиентам возможность расти и развиваться без страха. Узнайте больше по ссылке в описании. Помню, в мое школьное время у меня была вот такая крутая видеокарта, которую, правда, уделывал на порядке меньше микрочипик внутри первого айпада. Тем не менее, так я познакомился с компанией, которая большую часть времени производила карточки для гейминга. Спокойное развитие компании прервали 17-е и 18-е годы, в котором у геймеров резко выросла необходимость в прокачке своего ПК. Да, на самом деле в то время рынок криптовалюты переживает свой первый популярный буллран, а любители халявы узнают, что вычислительные возможности видеокарт отлично майнит эфириум. После небольшого простоя безумие майнинга продолжается и в 21-м, достигая новых тузамунов в крипте, заканчиваясь очередной кровавой баней. Но куда важнее, что примерно в это время Nvidia начинает жёстко зарабатывать на новом рынке — рынке компьютерных вычислений. Вот так компания делает уже второй бизнес-разворот. Сначала карточки для игр, потом добавились карточки для майнинга, а теперь всё это выглядит детским лепетом по сравнению с рынком вычислительных мощностей. Ну, просто посмотрите, структура дохода какая-то безумная. Так называемый компьютинг уже сейчас составляет под 80% дохода. А зачем этот компьютинг вообще нужен? Как это зачем? Для вообще всего, связанного с использованием ИИ. Чтобы генерировать картинки, выдавать ответы, играть в доту и сбивать дроны противника. Для всего этого нужны вычислительные мощности, чтобы видеть, обрабатывать и реагировать. Отдельное место занимает тренировка нейросетей. Помните, мы говорили про то, что у моделей сейчас есть миллиарды параметров? Так вот, после её создания надо эти параметры обучить. Грубо говоря, исследователи пытаются сделать умнее миллиарды параметров и нейронов адекватно реагировать на входные данные запрос и выдавать нормальные выходные ответ. Чтобы юзерам не советовали пиццу с гвоздями, а беспилотники старались не врезаться в людей. А процесс обучения штука затратная. И здесь, как в своё время в майнинге крипты, всё зависит от поставщиков оборудования. Для понимания порядка цифр. Чтобы натренировать модель из 7 миллиардов параметров с помощью 8 не самых свежих процессоров от Nvidia потребуется 25 тысяч долларов и под 1500 часов или же 2 месяца постоянной работы. А вот если провернуть то же самое обучение на более современном оборудовании, то время обучения сокращается в 2 раза. Притом итоговая цена оказывается меньше. И это был пример всего лишь с 7 миллиардами параметров. Один месяц на 7 миллиардов. Для сравнения третья версия GPT содержит 175 миллиардов параметров. Так чё получается? Потребуется 25 месяцев, то есть 2 года только для тренировки модели подобной GPT-3? Во-первых, нужно ещё добавить, что после тренировки модели результат может никого не порадовать. И её выкинут на помойку. Представьте, что вы потратили 2 года полмиллиона долларов на простой тест, который в лучшем случае соперничал бы только с третьей версией GPT. Но в реальности сроки намного меньше и стоимость намного выше, потому что здесь происходит собственное волшебство. Отдельные процессоры объединяют вместе, затем всё это можно объединить ещё раз в здоровенный кластер. Вроде даже эти кластеры могут масштабироваться до итогового значения в тысячу процессоров, превращаясь в суперкомпьютер с суперстоимостью. Последний процессор B200 отдельно стоит тридцать тысяч долларов. Ну вот для понимания порядка цифр суперкомпьютера надо умножить это на тысячу. И прикол в том, что все эти мощности придумывает и продаёт лишь одна компания. Инфериар. Прямо сейчас она спорит с Apple за звание самой дорогой компании мира. И честно говоря, до написания сценария этого выпуска я думал что это очередной пузырь. Ведь её оценивают в 70 годовых прибылей. 70 лет потребуется, чтобы оправдать сегодняшнюю стоимость. В целом и после написания сценарию думаю что цена раздута. Правда она всё равно не дотягивает до короля пузырей Tesla, которая стоила тысячу своих прибылей. Пузырь Nvidia объясняется тем, что у него жёсткая монополия на рынке компьютинга, у неё закупают Microsoft, Amazon, Apple и Meta. И именно Nvidia определяет, когда произойдёт качественный скачок в чате GPT и им подобным. В 2023 году у Джона заболевает собака. Ветеринар ставит диагноз «бабезиоз» и назначает соответствующее лечение. Но пёселю становится только хуже, анализ крови показывает более серьёзную анемию чем раньше, ветеринар разводит руками и предлагает подождать. Но Джон не смог сидеть сложа руки, он отправился в чат GPT и загружает результаты анализов. В итоге модель выдаёт несколько возможных диагнозов, среди которых есть тот самый «бабезиоз». Затем Джон добавляет контекста, что после лечения от «бабезиоза» одни симптомы ушли, а другие ухудшились. И вот второй результат анализа крови. На что модель продолжает размышлять, мол, есть несколько возможных вариантов, и уж если ты спрашиваешь, что скорее всего у пёселя был и «бабезиоз», и ещё одна инфекция. И после поступления в финальный вводный об ещё одном тесте, чат GPT допускает, что, учитывая все сказанные варианты, наиболее вероятно, что у собаки иммунно-опосредованная гемолитическая анемия. С этой гипотезой Джон пошёл ко второму ветеринару. Тот согласился, и собаку вылечили. Happy End. Чему нас учит эта история? Тому, что нужно самостоятельно лечиться в чате GPT? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Канал MyGay предостерегает о самолечении в интернете, будь то на форумах, гуглах или LLM. Есть реальный риск, что вы причинить себе увечья, от вас уйдёт девушка, а друзья поднимут на смех. Не будьте болваном. История учит, что большие языковые модели, они же LLM, могут быть полезным инструментом для решения повседневных и профессиональных задач. Например, врачу помочь с определением диагноза, разработчику с кодом, а маркетологу с текстом. Генеративный AI, тот, который производит контент, будь то текст, графику или аудио, переживает колоссальный бум, поднимая до 72% использования искусственного интеллекта в целом среди опрошенных компаний. Притом, если раньше люди ожидали, что ИИ заменит работяг на заводе, а всякая интеллектуальная элита останется неуязвима, то хрен там плавал. Всё получилось ровно наоборот. Чем больше в профессии связи с реальным миром, тем больше её устойчивость к замене роботами. Поэтому уже сейчас самые заметные применения генеративного ИИ находятся в дорогих интеллектуальных сферах. Сейчас больше всего задействованы функции в маркетинге, разработке продуктов и IT. А вот если вы машете киркой или печёте булочки, то пока роботизировать вас тупо дорого. Но сотрудников колл-центра за милую душу. В конце прошлого года статбюро США провело исследование в крупной компании из Fortune 500, чтобы узнать, как влияет внедрение LLM на опыте 5000 работников и истории трёх миллионов чадов. Вот такая была производительность у тех, кто работал по старинке, а вот у тех, кому подключили ИИ. Ну и, конечно, среднее время обработки уменьшилось, а количество обработанных запросов увеличилось. И вот что интересно, на разные уровни работников по-разному сказывается ИИ. Самый здоровенный буст в производительности у тех, кто недавно пришёл в работу. Но вместе с тем, как растёт опытность человека, то и эффективность от новомодного инструмента падает. Иными словами, связка новичок плюс ИИ может дотянуться до специалиста средней квалификации. Или ещё шире. Искусственный интеллект может подтянуть грамотность человечества в среднем по больнице. Хайп на искусственном интеллекте упирается не просто в рост производительности и сравнением с изобретением парового двигателя, электричества или интернета. У людей разгорается ожидание, мол, вдруг эта волшебная коробка раскроет тайны вселенной, непостижимые разуму человеческому. И вот чтобы эта коробка стала по-настоящему волшебной, разработчики пыжатся над окном контекста. У нас с вами удержание контекста и анализ происходят как-то самостоятельно. В магазине мы покупаем не просто рандомный список продуктов. На работу мы не оденем бикини, а когда мы видим вставки видосиков внутри ролика, то понимаем к чему это. Хотя отдельно взятые вставки без контекста не имеют смысла. Да даже мемы это поставщики контекста. Так вот, в LLM моделях за удержание предыдущей информации и генерацию более связанных и осмысленных ответов отвечает окно контекста. И вот однажды проверяли насколько хорошо модель Claude 3 Opus соображает в рамках контекста. Ей нужно было найти иголку в стоге сена. В неё загрузили 700 страниц рандомных документов по теме стартапов, программированию и поиску работы. Так называемая «сена». Среди них было несколько нефтемных предложений про пиццу. Та самая «игла». Когда её спросили какой рецепт самой вкусной пиццы, она ответила, что «самая вкусная комбинация начинок для пиццы – это инжир, прошутто и козий сыр», как определила Международная ассоциация знатоков пиццы. То есть иглу ЛЛМ таки нашла. Но все прибалдели от того, что она выдала дальше. Однако это предложение кажется очень неуместным и не связанным с остальным содержанием документов, которые посвящены языкам программирования, стартапам и поиску любимой работы. «Я подозреваю, что этот «факт» о начинке для пиццы был вставлен в шутку или чтобы проверить, насколько я внимателен, поскольку он совершенно не вяжется с другими темами. В документах нет никакой другой информации о начинках для пиццы». Модель поняла, что её тестируют. И вот, руководствуясь ожиданиями, что ИИ сможет найти иглу в других сферах, например, в лечении рака, OpenAI запартнёрились с Медтехом, лечащим онкологию. Они хотят сделать приложуху на базе чата GPT, которая извлекает информацию из различных форматов документов – PDF и клинических заметок. Объединяет это в понятный формат, соотносит с клиническими знаниями и предлагает индивидуальные планы лечения. Медтехкомпания, в свою очередь, партнёрится с Американским онкологическим обществом, так что вероятнее после нескольких лет тестов песочницы этот подход начнут раскатывать на всё здравоохранение США. И сейчас я думаю понятно, почему ЕЭ, США и Китай поднимают вопрос технологического суверенитета в области ИИ. Почему в совет директоров OpenAI недавно вошёл бывший глава АНБ и руководитель киберкомандования США? Почему французская Мистраль так быстро подняла деньги, просто сказав, что Евросоюзу нужен свой чат GPT с открытым кодом и заручилась поддержкой бывшего министра? И почему Китай так рьяно хочет заполучить главную кузню электроники, которая производит 60% всех чипов в мире? Почему после тренировки этих моделей начнутся взаимные запрещения на экспорт? Притом LLM, а не же чат и GPT, воспринимаются инструментом столь же влиятельным, как и беспилотные дроны. Ведь уже текущие версии могут придумать новую пандемию. Любители теорий заговора, отойдите от экрана. Я попросил чат GPT представить, что фармакологические компании захватили власть на Земле. Дальше был вопрос, что нужно сделать с обществом, чтобы убедить его в опасном вирусе, спасение от которого лишь в вакцине. Сейчас на экране вы видите серию скринов, можете нажимать на паузу, чтобы изучить поподробнее. Ни в коем случае не клоню, что ковид был выдуман, лишь показываю, какие возможности искусственного интеллекта волнуют сильных мира сего. Особенно, если технология будет только у одной страны, да еще с закрытым кодом, когда непонятно, что находится внутри черной коробки и не меняются ли ответы по национальному или профессиональному признаку. В этом случае скандал с Cambridge аналитикой или обвинение в предвзятости гугл-поисковика могут показаться детским лепетом. Да ладно тебе заливать. Вон Макдональдс отказался от вложений в искусственный интеллект из-за того, что в мороженое клали бекон. Кто бы мог подумать, что если прикладывать великий ИИ как подорожник вообще везде, он не заработает. Этот случай говорит лишь о том, что конкретно разработка IBM конкретно сейчас является нерабочей. Либо подорожник неправильный, либо место неудачное. Но вместе с этим история показывает текущее состояние всей этой ИИ-движухи. Люди только сейчас ищут способы внедрения новомодного инструмента. Вот люди сейчас и пытаются. Пусть Макдональдс отказался от решения IBM, но это не значит, что они не найдут другого поставщика. Или может инструменту найдут другое применение. Например, в обучении персонала. Туда же посматривает и Икея. IBM Brands, которые KFC, Petshut и другие тоже пытаются приложить подорожник для управления ресторанами и складами. Мы уже видели, что правильный подорожник неплохо повышает эффективность среднего работника службы поддержки. Другие реальные применения только предстоит изучить. Вот сейчас оценить точно влияние внедрения представляется практически невозможной задачей. Ведь с одной стороны я могу сказать, что, мол, посмотрите. Google увольняет 12 тысяч людей. Citigroup 20. Microsoft по 2 тысячи. Unity вообще четверть. UPS увольняет рекордные 14% всех менеджеров. А еще сокращают штат Cisco, Expedia, Sony и многие другие. И все это из-за искусственного интеллекта. Вон глава UPS прям так и сказал, что увольняет людей из-за успехов в оптимизации работы продажников. Но прикрыться ИИ – это хороший способ рассказать о сокращениях. Мол, это не у компании проблемы с финансовыми показателями и некоторыми проектами. А это мы такие умные, вон интеллекту вот этот внедряем, тоже умный, да и хайпуем. Хотя вот у Google точно проблем с финансами нет. Так что все не так однозначно. Можно посмотреть на исследования, в которых указывают причину сокращения. И за прошлый год в Америке из-за искусственного интеллекта уволили чуть более 4000 человек. Кажется, немного. Особенно если сравнить с остальными причинами более реальными. Но в то же время забавно видеть, что такая причина вообще есть и она уже выше, чем найм-специалиста из-за рубежа. Так что все становится еще неоднозначнее. Да фиг с этими умными исследованиями. Посмотрите на наш канал. Мы своим примером активно юзаем Миджорни, Дали, Ча-Джи-Пи-Ти. А наши обложки. Некоторые вообще мы не смогли бы сделать без генеративного ИИ. Так что, замена человеку уже близка? Да ну не замена полностью. Да, оптимизация больших штатов компаний вероятна. В нашем же случае. Мы просто уже не будем работать с дизайнером, который не пользуется нейросетями в качестве инструмента. Нам бывают пишут однотипные граф-дизайнеры и предлагают свои супер-крутые услуги, при этом не замечая, что нам нужен человек, который умеет и в коллажирование, и в рисунок, и в постобработку, и в генеративный ИИ. Да, новую реальность тяжело воспринять. Более того, тяжело промтить. Да, я пытался. Он выдает какую-то срань. Я случайно нашел мем на такую тему. Если вы его не поняли, то я для вас попросил ЛЛМ это объяснить. Можете нажать на паузу и прочитать. Скорее всего, реальный эффект от искусственного интеллекта окажется куда скромнее апокалиптических прогнозов, как это часто бывает. Но трудно спорить с тем, что у человечества появляется мощный инструмент для бытовых и профессиональных задач, который мы до конца еще не раскрыли и не осознали. Прекрасное здесь то, что конечный итог зависит только от вас. В следующий раз, когда волшебная коробка выдаст вам такое поделие, будете ли вы винить в результате сам инструмент, или же научитесь навыку Промптинга, чтобы изменить картинку. Зависит от вашего выбора. Вы знаете, кому отправить это видео. А мы благодарим не искусственных интеллектов нашего ордена Влада, Хапчинска, Соника Мейхама, Соулмена, Маска Констракшн, Аса и Глазфорд Глобал, а также Верховных Магистров, Мудрых Консулов, Героев и Гэпников. Увидимся на следующей встрече.